В этом видеоуроке мы расскажем о фотомонтаже. Мы подмонтируем небо из одной фотографии в другую. В качестве примера был выбран снимок старинного караван-сарая в Турции и фотография грозового неба. Выделим снимки в Bridge с помощью клавиши Ctrl и перетащим их в Photoshop. Для начала мы будем работать с фотографией караван-сарая. Перейдем на эту фотографию. Как видно, снимок получился слегка переэкспонированным. Исправить ошибки экспозиции поможет команда Levels – уровни. Нужно усилить темные участки и полутона. Нажмем ОК. Не помешает также слегка поднять насыщенность цветов. Выберем цветовой тон насыщенность и поднимем насыщенность на 11. Нажмем ОК. Теперь мы будем работать с инструментом волшебная палочка. Выберем инструмент, установим Tolerance допуск 10 единиц и щелкнем в том месте фотографии, где должно быть небо. С нажатой клавишей Shift выделим все участки будущего неба. Края выделения получились слишком грубые. Нужно слегка увеличить зону выделения. Для этого выберем в меню Select – Modify – Expand и выберем значение 2 пикселя. Выделение расширится ровно на 2 пикселя во все стороны. Перейдем на палитру слои и создадим новый слой. Нужно убедиться, что цвет переднего плана белый. Нажмем ОК. Зальем выделение на новом слое белым цветом с помощью команды Edit – Fill. Нажмем ОК. Теперь можно снять выделение. Выберем инструмент прямоугольное выделение и щелкнем в любом месте снимка. Можно также нажать Ctrl D. Теперь перейдем к фотографии грозового неба. Выберем инструмент перемещения – Move Tool и перетащим небо в фотографию караван-сарая. Затем, удерживая клавишу Alt, перейдем в палитру слои и щелкнем между двумя верхними слоями. Слой 2 поместился в границе слоя 1. Мы можем перемещать небо внутри слоя 1. Обратите внимание, что границы между небом и камнями получились слишком резкими. Перейдем на слой 1, выберем инструмент Loop'а и увеличим фрагмент изображения. Нам необходимо слегка размыть границы с помощью фильтра Blur – Размытие. Значения 1 пиксель будет вполне достаточно. Если посмотреть на центральную часть, видно, что в некоторых местах выделение было сделано неудачно. Выберем инструмент стирательная резинка – Eraser. Кисть для нее выберем 13 пикселей. И аккуратно подкорректируем изображение в том месте, где это необходимо. Дважды щелкнем на инструмент Hand Tool, чтобы развернуть фото на весь экран. Обратите внимание, что в некоторых местах видны хроматические аберрации, цветовые искажения около границ объектов. С помощью инструмента Loop'а увеличим место фотографии, где видны искажения. Перейдем на слой Background. Будем работать инструментом губка в режиме Desaturate. Параметр Flow оставим 25%. Выберем кисть диаметром 35 пикселей и легкими движениями. Обработаем края здания, на которых видны цветовые искажения. Благодаря параметру Desaturate инструмент губка понижает насыщенность цветов в обрабатываемых участках. Используем инструмент Hand Tool для перемещения по снимку. Переместимся в правую часть. И также инструментом губка обработаем края здания, где видны цветовые искажения. Дважды щелкнем по инструменту Hand Tool, чтобы развернуть готовый фотомонтаж на полный экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok